Благословен ты, Господь Бог, наш и Царь Вселенный, избравший нас из среды всех народов и даровавший нам Тору. Благословен ты, Ишова, дающий Тору. Аминь. Итак, пожалуйста, присаживайтесь. Значит, недельная глава Торы, она называется Экэф, что в переводе означает «И будет за то». То есть за что будет? Но будет за то, что эта глава, она говорит об исполнении Божьего Слова, об исполнении Божьей заповеди. И когда мы будем исполнять, то соответственно там описывается, я прочитаю, да, что нас ожидает. Вот. Но также это слово, оно еще имеет другое значение. На российскую мову, на русский язык оно имеет как след, следовать или пятка. Вот это такое вот. И будет за то, и немножко другое. То есть здесь говорится о том, что мы можем следовать Слову Божьему, мы можем соблюдать Слово Божие или наоборот, мы можем топтать его. Поэтому от нас многое зависит. Итак, книга Дворим, 7 глава с 12 стиха. Я хочу прочитать. Эта книга Дворим, это второзаконие. И если вы будете слушать законы сии, хранить и исполнять их, то Господь Бог твой будет хранить завет и милость к тебе, как Он клялся отцам твоим, и возлюбит тебя, и благословит тебя, и размножит тебя, и благословит плод чрева твоего, и плод земли твоей, и хлеб твой, и вино твое, и лей твой, рождаемый от крупного скота твоего, и овец твоих на этой земле, которую Он клялся отцам твоим, да тебе. «Благословен ты будешь больше всех народов, не будет ни бесплодного, ни бесплодной, ни у тебя, ни в скоте твоем, и отдалит от тебя Господь всякую немощь, и никаких лютых болезней египетских, которые ты не знаешь, не наведет на тебя, но наведет их на всех ненавидящих тебя, и истребишь все народы, которые Господь Бог твой дает тебе. «Да не пощади их глаз твой, и не служи Богам, ибо это все для тебя». И интересно, как бы здесь Бог говорит, да, таких три момента – слушать, хранить и исполнять. Я бы еще хотел бы добавить еще такое, как помнить. Помните, да, когда мы празднуем шаббат, есть очень важные, да, вот мы ставим две свечи, да, то есть эти свечи, они обозначают «храни» и «помни». Помнишь, о чем помнить? Помнить, от чего избавил меня Господь, и что было бы со мной, если не Господь. Знаете, и Писание говорит, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Также мы должны помнить о чудесах, которые Он делал для нас, потому что, когда мы вспоминаем о чудесах, то наша вера, она растет, потому что Бог, Он делал чудеса, и Он не перестает их делать, поэтому, чтобы наша вера, она не угасла, мы должны помнить, что Бог делал и будет делать в нашей жизни. Слово «хранить», интересное слово, это не положить в долгий ящик, закрыть на семью замков и там, нет. Слово «хранить», оно имеет значение беречь и заботиться, чтобы не утратить или расточить. И оно имеет такое, как бы, значение заботиться и поддерживать. Это никак не говорится о том, что ты просто сохранил его, поставил его и забыл. Нет, это заботиться и поддерживать. Есть такое высказывание «да, сохранить свое присутствие», да, то есть, ну, там, или, там, ну, сохранить, как бы, там, да, там, свою жизнь в чистоте. То есть, это не просто такое пассивное, как бы, состояние. То есть, это слово, оно имеет активность, то есть, заботиться, позаботиться о том, чтобы мое сердце, моя жизнь, она была, ну, в чистоте. И книга «Откровение», третья глава, это послание к философийской церкви, Ишуа, он говорит такие слова, «И как ты сохранил слово терпения моего, то я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Да, и Писание, что «как ты сохранил». Также, помните, в Римлян написано, что «так как вы не позаботились в разуме», и слово «сохранить», это «позаботиться», это не «поставить в долгий ящик», «позаботиться в Боге, в сердце», то «предал Господь», и там дальше пишется «чему». И идем дальше. «Исполнять». Знаете, и это уже активный путь следования за Господом, связанный с нашим выбором, с нашим решением, связанный, и это путь веры, смирения и доверия Богу. И я думаю, что это может быть один из самых сложных аспектов, то есть когда мы исполняем, мы можем слушать. Знаете, я тоже люблю слушать, мне нравится слушать, я даже больше слушаю, чем говорю. То есть мне нравится слушать, как люди говорят, как они высказывают. Не, я тоже могу поговорить. Но важный момент – это исполнить. И здесь это активное действие в исполнении. И что мы должны исполнять, дорогие друзья? Мы должны исполнять Его Слово. Мы должны исполнять свое призвание. И книга «Евреям» показывает нам, приводя примеры исполнения, да, многих мужей Божих, исполнения своего призвания. Я хочу сочетать книгу «Евреям», 11 глава. «Верую Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верую обитал он в земле обитованной, как на чужой. И жил в шатрах с Исааком и Аковым, сонаследником того же обитования. Ибо он ожидал города, имеющие основания, которое художник и строитель Бог. Все сии умерли в вере, не получив обитование, а только издали видели онные, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые не говорят, показывают, что они ищут отечества. И если бы они в своих мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их называть их Богом. Ибо он приготовил им город верою, Авраам, искушаем, принес жертву Исаака. И, имея обитование, принес единородного, в котором было сказано, в Исааке наречется тебе семя. Ибо он думал, что Бог силен из мертвых воскресить, почему и получив его предзнаменование. И там дальше, дальше описывается. Книга Григориевна, что мне еще не хватает сказать о Самсоне, и о многих, о Давиде, о многих, о многих, о многих. То есть это вот важный аспект исполнения его слова. И как же мы можем исполнить его слово или призвание? Хороший вопрос. Боже, как? Как мне исполнить? Я могу слушать. Я могу принимать. Помните, да, Ишова, он рассказывал о почве, он рассказывал о человеке, который построил дом на камне. И там, да, он говорит, да, что один просто основание, да, то есть кто-то исполнял, кто-то не исполнял. Вот. И интересно, я хочу сказать одну вещь. Для того, чтобы исполнить волю Бога и свое предназначение, нужно смотреть куда? В будущее. Если мы не смотрим в будущее, мы не исполним. Это на примере Авраама. Там написано, что он, почему они подвергались разным стеснениям, испытаниям, и они дальше шли, потому что они смотрели в будущее. И это очень важно. И когда мы смотрим в будущее, или хотя бы на несколько шагов вперед, то мы сможем это сделать. И второй очень важный момент – это любовь к Богу. Вы знаете, если мы любим Бога, то мы сделаем намного больше даже того, что мы ожидаем. Мы можем себе представить. Это очень важно. Если мы любим Бога, то мы сделаем намного больше, чем мы можем себе это представить. Потому что без любви любое служение, исполнение Его Слово – это будет как условие. И вы заметили, помните, мы читали Слово Божие, да? Но Господь говорит, если вы будете, это говорится как условие. Но я скажу, если мы будем любить Бога, это будет не как условие, а как желание. Поэтому для того, чтобы исполнить волю Божию, нужно смотреть вперед. Нужно любить Бога. Ишуа спросил Петра, помните, когда он воскрес, он говорит, Петр, любишь ли ты меня? Тогда делай то, к чему я тебя призвал. Спаси моих овец. И любовь – это единственная причина, из-за которой я иду за ним. Нет другой причины. Это единственная причина, почему я делаю то, что я делаю. И любовь Бога ко мне – это единственная причина тем, кем я являюсь, потому что Он любит меня. Это единственная причина, почему девушка выходит замуж. И неважно, какой он, что там было в будущем, это единственная причина. И парень тоже. И интересно, знаете, Господь, Он призывает нас слушать и исполнять. Поэтому пусть Господь, ну, благословит вас всех, на самом деле, видеть свою жизнь намного дальше, чем вы видите ее сейчас. Если вы будете видеть ее дальше, то вы сможете идти дальше, чем вы думаете. И Бог в этом, в этом поможет. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...